В последнее утро своей жизни Томас Игон плотно позавтракал и выпил чашку горячего кофе. 13 июля 1882 года, одетый в простой черный костюм, белую рубашку и галстук, он поднялся по ступеням на эшафот, чтобы быть повешенным за убийство своей жены. Свидетели рассказывали, что чиновники сорвали казнь, Томас Игон был повешен трижды. Газета «Александрия Пост» округ Дуглас, Миннесота в статье от 21 июля 1882 года назвала казнь ужасным событием. Но настоящий ужас заключался в том, что этого не должно было произойти. Томас Игон родился в графстве Корк, Ирландия, в 1835 году. Его семья, наряду со многими другими ирландцами, эмигрировала в Америку во время Великого Ирландского голода, который начался в середине 1840-х годов из-за уничтожения картофеля фитофторозом. Эпидемия была настолько серьезной, что в период с 1845 по 1851 год около миллиона человек умерли от голода. За это время один миллион ирландцев эмигрировал в другие страны, включая Соединенные Штаты. Ирландия потеряла четверть всего своего населения. В Висконсине Томас Игон знакомится со вдовевшей молодой женщиной Мэри Хейден Лайонс, у которой осталась пятилетняя дочь по имени Кэтрин. В 1866 году Томас и Мэри регистрируют свой брак в Мэдисоне. Десять лет спустя, в 1876 году, после рождения трех сыновей – Сильвестра, Джонни и Томми – семья переехала на территорию Дакоты. Однако пятнадцатилетняя Кэтрин предпочла остаться со своими родственниками, пока ее мать, отчим и братья не обустроятся на новом месте. Три года спустя она присоединилась к семье, а в ноябре того же года вышла замуж за соседа Джеймса Ван Хорна. Все было хорошо, семья обосновалась на новом месте и жизнь шла своим чередом до 9 сентября 1880 года, когда Мэри Игон пропала без вести. Были начаты поиски, и 12 сентября, три дня спустя, ее тело было найдено в подвале семейного дома. Тело было сброшено через люк в подвал, череп был проломлен, а голова покрыта страшными ранами, нанесенными дубинкой. Также выяснилось, что женщина была еще жива, когда ее сбросили вниз, так как она была найдена в полусидячем положении. Соседи пришли в ужас и засвидетельствовали, что пара часто ссорилась. Основываясь на этих показаниях, Томас Игон стал главным и единственным подозреваемым и был быстро арестован. Мэри Игон была похоронена на кладбище Маунт Плезент. Ужасные подробности были напечатаны в газетах. В статьях говорилось, что утром 12 сентября 1880 года Томас отослал своих сыновей, чтобы они не помешали ему совершить ужасный поступок. Как он подошел к своей жене, когда она мыла посуду, накинул ей на шею веревку и начал душить. Пока Мэри была без сознания, он жестоко бил ее дубинкой по голове, пока не убедился, что с ней покончено. После этого он сбросил ее тело в подвал через люк в полу. Томас Игон заявлял о своей невиновности. В декабре 1881 года он предстал перед судом. На судебном процессе Томас Игон был застигнут врасплох, когда его зять Джеймс и падчерица Кэтрин дали показания в пользу обвинения. Томас был признан виновным в убийстве своей жены Мэри Игон. В мае 1882 года Томасу было отказано в новом судебном разбирательстве, и достопочтенный судья Джефферсон Кидер приговорил его к смертной казни через повешение. После оглашения приговора Томас Игон сказал, «Они предали меня, да пребудет на них проклятие Божье, указывая на свою падчерицу и ее мужа. Я могу это вынести, сэр. Закон, возможно, и не коснется ванхорнов, но проклятие Господне коснется». 13 июля 1882 года Томас Игон в последний раз плотно позавтракал. В 9 часов 10 минут утра ему был зачитан смертный приговор. Ему связали руки и повели к виселице. Веревка для казни была заказана у компании в Линкольне, штат Небраска, которая производила продукцию как раз для таких случаев. Она была сплетена из шелка и пеньки и сопровождалась письменной гарантией. Веревка прибыла поздно вечером, накануне запланированного повешения. Она не была протестирована. Все взгляды были пристально устремлены на заключенного. Его лицо было несколько бледным, но губы были сжаты, и он, казалось, не выказывал никаких признаков страха. Это был прямой, мощно сложенный мужчина, весом 180 фунтов, с покатым лбом, тяжелыми выступающими бровями и уродливым взглядом. Он был одет в простой черный костюм с чистой белой рубашкой, воротничком и галстуком, а также туфли. Он поднялся прямо на платформу, ведущую к ашафоту, занял свое место на смертельной ловушке и повернулся лицом к толпе внизу. Шериф Диксон спросил Томаса Игона, не хочет ли он сказать что-нибудь в последний раз. Но губы Томаса все еще хранили тайну. Он покачал головой и тихо ответил «нет». Ему связали ноги и надели на головы черный мешок. Но ни одна из его конечностей не задрожала. Петля затянулась вокруг его шеи. Присутствующие офицеры и толпа молча затаили дыхание. Шериф нажал на спусковой рычаг. Раздался треск. Веревка порвалась, как нитка. Тело с глухим стуком упало на землю. Толпа была парализована изумлением и страхом. Томас Игон приземлился на ноги и упал лицом и животом, издав леденящий кровь звук. Четверо мужчин подняли его и понесли обратно к виселице с куском веревки, свисавшим с его шеи. Очень быстро на него накинули новую петлю. Веревка не была натянута до конца, прежде чем взволнованный шериф снова нажал на рычаг. Томас Игон упал недостаточно низко, что спас своему жизнь во второй раз. Его шея все еще цела. Мужчины снова поднимают Томаса на эшафот и закрепляют веревку. Шериф нажимает на спусковой рычаг и раздается щелчок, который слышен по всему двору. Судороги в плечах и ногах замирают. Тело Томаса Игона не двигается. В 9 часов 46 минут утра врачи констатировали смерть Томаса Игона. Его тело сняли с петли, руки и ноги освободили от веревок, одежду и тело очистили от грязи и положили в гроб. После того, как толпа осмотрела труп, гроб с телом Томаса Игона отвезли на католическое кладбище святого Михаила, где он был похоронен ранним утром вместе с дубинкой и веревкой, которыми убил свою жену. Община в целом была удовлетворена тем, что правосудие восторжествовало и что жена-убийца больше не будет числиться среди их населения. Но трагедия всего произошедшего заключалась в том, что убийца остался среди них. 45 лет спустя всплыло шокирующее откровение. 3 июня 1927 года на смертном одре в возрасте 65 лет в Сиэтле, штат Вашингтон, Кэтрин Ван Хорн призналась, что убила свою мать. Она написала. «Когда я вернулась в Южную Дакоту в 1880 году, я убила свою мать. Мы поссорились, и я била ее снова и снова по голове, пока она не умерла. Никто никогда не подозревал меня. Мой отчим, Томас Игон, был повешен за это преступление. Он умер, клянясь в своей невиновности». Книга была выпущена в 1994 году. Сегодня на месте повешения Томаса Игона установлена мемориальная доска с трагической историей невинного человека. Могила Томаса Игона находится на том же месте, где он был похоронен после казни, в дальней части католического кладбища святого Михаила. Могила была безымянной до тех пор, пока его внуки Лютер и Ллойд не установили этот гранитный камень в 1957 году. Могила Томаса Игона Могила Томаса Игона Могила Томаса Игона